Добрый день, уважаемые жители Республики Саха, Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Действует указ о режиме повышенной готовности на территории Республики. Зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 143 новых случаев коронавирусной инфекции, 85 из которых зафиксировано в городе Якутске, в Мернинском районе 7, по 6 случаев в Нерингринском и Чуропчинском, по 5 случаев в Илюйском и Хангаласском, 4 случая в Амгинском и Сунтарском, по 3 случая в Алайховском, Верхневилюйском и Гинокангаласском, по 2 случая в Нюрбинском, Алёкнинском и Савданском районах. И по одному случаю имеется фиксация в Булунском, Верхнеколымском, Жиганском, Намском, Амиконском и Татинских районах. Уважаемые жители Республики Саха и Якутия, необходимо обратить внимание на то, что для сегодня распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики характерны две новые тенденции, одна из которых нам действительно с вами была достаточно хорошо известна. И мы работали в данном направлении для того, чтобы снизить тенденцию ее распространения. Это заболевания среди детей. Сегодня непосредственно достаточно большое количество детей находится как на больничных койках, так и лечатся амбулаторно. И соответственно, значит, еще раз обращаем внимание родителей, членов семей детей на необходимость вакцинации для того, чтобы непосредственно детей обезопасить от непосредственно заболеваний новой коронавирусной инфекции. Второй тенденцией является уход новой коронавирусной инфекции в очень дальние поселения, дальние поселения наших улусов. Так, в Алёкминском улусе у нас сегодня зарегистрированы уже случаи в Мачи, в Чапаево, в самых дальних поселениях Алёкминского улуса. Аналогичная ситуация в, соответственно, в Чуропчинском улусе, где ковид дошел даже до Жулуна. И, соответственно, в ряде, в том числе и в Хангаласском улусе, где тоже в маленьких населенных пунктах, отдаленных населенных пунктах фиксируется непосредственно новая коронавирусная инфекция. Чем непосредственно характеризуется такое распространение? Оно характеризуется тем, что в небольших населенных пунктах, в отдаленных населенных пунктах у нас действуют либо врачебная амбулатория, либо фельдшерско-акушерские пункты. Соответственно, медицинская помощь там оказывается. Тем не менее, высокий уровень распространения инфекции осуществляется и вируса за счет компактности проживания. Тем не менее, те населенные пункты, в которых был высокий уровень непосредственно вакцинации, соответственно, меньше подвержены у нас непосредственно граждане этому заболеванию. Мы продолжаем в объеме 1850 исследований делать в сутки на новую коронавирусную инфекцию. И сегодня необходимо обратить внимание, что продолжается и вакцинация. В целом, уже на территории республики поступило порядка 418 555 доз вакцины. И первую вакцину получило порядка 69,4% от общего объема вакцины, поступившей в республику. На настоящий момент в открытом доступе во всех учреждениях здравоохранения республики есть вакцина. Вакцина двух видов – спутник и спутник лайт. Необходимо обратить внимание, что спутник лайт применяется преимущественно для массовой вакцинации. Тех граждан, которые переболели более 6 месяцев назад, и тех граждан, которые прошли вакцинацию 6 месяцев назад, где-то начиная уже с января, с февраля, мартовские, в зависимости от вакцинации, будут приглашаться на ревакцинацию, могут приходить на ревакцинацию граждане также и по своему, соответственно, усмотрению. Организационно ревакцинацию мы начнем и начали уже с медицинских работников. Сейчас под ревакцинацию попадают учреждения, социальные части из которых у нас находятся в закрытом режиме. Уважаемые жители республики Сахая-Кутя, сегодня подписан указ главы республики об особенностях проведения образовательного процесса на территории. Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс на территории в соответствии с федеральным законом об образовании пройдет в очной форме обучения, при возникновении сложностей и санитарной педагогической ситуации муниципальное образование самостоятельно принимает решение о применении дистанционных форм обучения. В целях обеспечения безопасности школьников, а также их родителей на территории не допускается на настоящий момент проведение мероприятий как в школах, так и учреждениях дополнительного образования с участием родителей. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы Министерство образования совместно с учредителями создать все условия по наличию рециркуляторов, по наличию санитайзеров, по наличию всех необходимых средств защиты на территории самого учебного заведения. Ну и кроме того, естественно, обеспечит и безопасность проведения через вакцинацию, проведение именно уроков через вакцинацию учительского состава. Министерство здравоохранения, в свою очередь, организует медицинские осмотры детей и, соответственно, и приступит к вакцинированию детей от гриппа, который должен быть у нас на настоящий момент. Эта вакцинация проведена в целях того, чтобы непосредственно наши дети не болели.